Здравствуйте! В эфире новости. Меня зовут Владимир Антошкин. Начнем с криминальной хроники. Кумертауские полицейские разыскивают налетчиков, ограбивших магазин «Первоцвет». Преступление произошло 17 января в 11 часу утра. Все происходящее фиксировали камеры видеонаблюдения. Сейчас записи внимательно изучают оперативники. Предварительные информации полицейские поделились с Константином Меркушевым. Во вторник, 17 января, в 11 часу утра на пуль дежурной части поступил тревожный сигнал. На место происшествия незамедлительно отправился наряд Росгвардии. На момент прибытия полицейских, а злоумышленников не осталось и следа. Ограбление произошло молниеносно. На записи с камеры видеонаблюдения видно, как мужчины в масках ворвались в магазин. Двое из них разбили витрины предположительным молотком и забрали золотые украшения. А третий ждал своих подельников у входа в торговые помещения. Из магазина забрали драгоценности на общую сумму около 500 тысяч рублей. Свидетели и очевидцы были установлены. Мы с ними продолжаем работу, устанавливаем приметы подозреваемых. В основном идет примета, что они были в спортивной одежде, то есть трико, кроссовки. По месту происшествия изымались следы, необходимые для доказательной базы. В настоящее время мы проводим оперативно-ростные мероприятия по установлению лиц, кто мог совершить преступление. По словам потерпевших, злоумышленники оказали на них и психологическое давление. Разбивая витрины молотком, грабители вдобавок громко кричали. Работники торгового помещения до сих пор находятся в шоковом состоянии. Здесь были девочки, три продавца. Очень испугались, в шоке, потому что все это было с криками, с шумом, с гиканьем. Они убежали, но нажали на тревожную кнопку. Успели, спрятались под витрину. И скорая помощь приехала на всякий случай. Были все в шоке, отказались. А вообще у всех поднялось давление. Они очень переживали весь день на таблетках. На данный момент идет следствие. По факту грабежа возбуждено уголовное дело, совершенное группой лиц. В Уфе скоропостижно скончался наш коллега Валентин Никульский. Он посвятил свою жизнь телевидению. Последние 8 лет работал в пресс-центре Министерства внутренних дел Республики. В конце 90-х и начале нулевых Валентин работал оператором телекомпании «Арис». Также он трудился оператором и режиссером программ «Место происшествия» на телеканале «Все Уфа» и «Криминальный спектр» на БСТ. Редакция телекомпании «Арис» выражает соболезнования родным и близким Валентина Никульского. Ему было 39 лет. 18 января православные христиане отмечают крещение Господне. Это один из главных праздников христиан наряду с Пасхой и Рождеством. В Кумертау десятки горожан пришли на Старый пруд понаблюдать за освящением Иордании. А самые смелые сразу же окунулись в воду. В честь Рождества Христова священники Иоанна Притечинской обители традиционно освящают воду. Крещение Господне относится к числу главных православных праздников. По поверям, вода в этот день обретает особое свойство и считается святой. Именно 18 января совершается таинство освящения вод. В этот день на городском пруду была организована Иордания, куда уже не первый год собираются верующие всех возрастов. В Иордании крещаешь Тебе, Господи, Троическое висе поклонение, Родителя, в оглас свидетельству, Ваши Тебе, Ваш Думан Тя, Сын, именуя. Таинство освящения провел священник Владислав Студоляк. Он отметил, что верующих на освящение и купание с каждым годом становится все больше. Меня как священника больше всего радует, что в том году было чуть поменьше народу, в этом, соответственно, больше. И меня радует, что очень много, я вижу, здесь молодежи. Это не только с военно-патриотическим клубом Гефест, вообще просто молодежь приходит. И очень много машин здесь приехало, все хорошо расчистили. Для горожан установили раздевалку, поэтому сразу после проведения таинства к Иордане потянулись десятки людей. Окунуться в нее особое благо. Считается, что вода обладает целебными свойствами, причем не только исцеляет физические недуги, но и способствует духовному подъему. В числе желающих осуществить омовение и стар, и млад, и те, кто купается каждый год, и те, для кого это дебют. Причем одного от другого не зависит. Друзьям на счастье, а врагам на зло. Молодец. Купайтесь в проруби и бегайте, друзья. Вы будете здоровыми, как я. Я очень рад, что у нас в городе повелась вот такая традиция. Даже она очень спокойно. В России, не только в городе. Но я за свой город рад. У нас много. У нас же город спортивный. Я сам бегаю за колбеком. Вот кто меня видел, я же бегал в шортах. Вот 20 лет я в шортах пробегал зимой. Это за колбек. Вот купание. Мне 16 лет, и я в первый раз ныряла, и это просто замечательно было. Ну, что ты ощущаешь? Честно, я очень боялась сначала, но когда ты в воде, у тебя совершенно другие ощущения, и сейчас, ну, хорошо так. Ну, как ты решилась на это? Что-то заставила ты сама? Нет, сама решила. Ну, я хотела отказаться потом, но мне учительница сказала, если ты пошла, то делай это до конца. Крещенское купание – процедура организованная. Погреться и переодеться можно в специально установленных палатках. Здесь же обязательно дежурит карета скорой помощи. За порядком следят сотрудники МЧС. Им предстоит в течение всего дня наблюдать за безопасностью, ведь основной народ прибудет ближе к полуночи. А вот тем, кто не решится окунуться, верующие советуют умыться или выпить освещенной воды. Она также исцеляет. И свои чудодейственные силы сохраняет весь год. Константин Меркшо, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». Это последняя информация выпуска. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.